Я думаю о том, о чем мы говорили перед началом передачи, о Завете, о Царстве Божьем. Я думаю, почему бы тебе не повезти нас в этом направлении немного? Хорошо. Об Адаме, потому что я собираюсь поговорить о процессе Сения. И в течение трех или четырех месяцев у меня были духовные мысли в моем разуме о Завете, о Царстве Божьем, об Адаме и о Христе. И я думаю, что если мы можем поговорить немного больше на тему того, что вы не нищий, у вас есть семя, и о процессе Сения, и о том, что Царство Божье внутри верующего, и что тело Христово может ухватиться за эту систему, которую Бог обеспечил для нас, чтобы преодолеть любое препятствие или преграду или помеху, которая пытается удержать нас от хождения в Завете. Я дам два определения. Богатство Завета или богатство Царства Божьего, они идут рука об руку. Но я верю, что Дух Божий говорит кое-что о том, чтобы открыть глаза тела Христова на восьмую главу Второзакония, где говорится о Завете. Второзаконие 8.18. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить Завет свой». Но затем мы видим, как в Новом Завете Иисус начинает учить о богатстве, и Он говорит, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». И затем Он говорит о различии между аспектом Завета вхождения в делах Божьих и аспектом Царства Божьего. Иисус вернул, как ты сказал ранее, и ты можешь сказать это лучше, чем я, тот Завет, который был с Адамом, и который проявился во Христе, и затем приобрел совершенно новое измерение. Назван последним Адамом. Верно. Давайте откроем первую главу Бытия. И когда вы осознаете одну очень простую истину, это... Это взрывается. Это просто начинает расцветать. И это несложно. Несложно. Когда вы видите общий план Божий для всего этого, намного легче в него войти. Лерой, люди совершают ошибки из-за того, что не знают волю Божью. Да. И вера начинается тогда, когда вы знаете волю Божью для своей жизни. Да. Когда вы знаете, «Это воля Божья, чтобы это у меня было». Тогда не трудно верить в это. Тогда вы можете действовать в этом. Да. И если вы возвращаетесь и узнаете этот первоначальный план, тогда не трудно увидеть, какой воля Божья была и есть. Если это когда-то было волей Божьей, тогда это является волей Божьей сейчас, потому что он никогда не изменяется. Именно об этом я думаю. Я думаю в этом направлении, в изучении богатства, в изучении завета, в изучении Царства Божьего, стараясь донести это до тела Христова. Тело Христова готово к этому, но я думаю, что если мы будем возвращать их к этому таким образом, как мы говорим сейчас, то в процессе мы обнаружим, что удерживает тело Христова от прорыва в этой сфере. Поэтому если Господь позволит нам на этой неделе, то нам нужно постараться представить это более ясно для тела Христова. И мы уже узнали некоторые вещи, даже больше, чем узнали. Мы перешли к другим вещам. Но в большинстве случаев они не ухватили эту часть. И именно поэтому они стараются действовать в этом, но не могут. Я думаю, что то, что мы будем делать сейчас... Это просто то, что лежит в основе того, что делал Бог. Если мы придем в соответствии с тем, что Он делает, то это несложно. Трудно бывает тогда, когда мы пытаемся определить, чего мы хотим, и затем пытаемся заставить Его участвовать в этом, и это неправильный порядок действий. Есть так много голосов, брат Копленд. Так много голосов, которые, как бы это сказать, которым самим нужно поучиться прежде, чем они смогут учить кого-то еще. Да. И люди настолько голодны, они жаждут так многого. Я думаю, что Бог ожидает, что мы будем давать твердую пищу, благодаря тому помазанию, которое Он дал тебе и мне. Я верю. Молоко и мясо, чтобы люди могли учиться. Здесь в первой главе Бытия сказано, «И сотворил Бог человека». Это 27 стих. «По образу своему, по образу Божью сотворил его». Мужчину и женщину сотворил их. «И благословил их Бог». Или «помазал их Бог». Да. «И сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над всем». Да. Этот сад... Я буду использовать этот грейпфрут для примера. Допустим, что это земля, и допустим, что это Эдемский сад. Вот эта маленькая точка вот здесь, на всей этой планете. Мы знаем, что когда Адам был изгнан из этого сада, то он вышел за его пределы, и все вокруг было несовершенным. Снаружи это был совсем не Эдемский сад. Так что помазание и сила, чтобы благословить всю эту планету, были внутри Адама и его жены. Верно. Благодаря вере, которая была в этом человеке для того, чтобы владычествовать над ним, благословлять его, наполнять его, этот сад должен был распространяться, и распространяться, и распространяться, пока вся планета не стала бы Эдемским садом. Это действительно являлось Божьим планом. Да. Верно. Но прямо в самом начале этого Адам не послушался Бога и отсоединился от Бога и присоединился к падшему ангелу. Он отрезал себя от этого. Он отрезал себя от этого. И то помазание, которое было в нем, было искажено. И тогда вместо благословения, чтобы благословить Землю, на эту планету пришло проклятие, которое вышло из него. В нем была сила, чтобы принести проклятие на всю эту планету, потому что когда-то в нем была сила, чтобы благословить всю планету. У него была такая же сила, чтобы благословить эту планету, какая была у Бога, чтобы благословить всю Вселенную. И он поместил эту силу внутрь и на этого человека. И теперь мы знаем, какой была воля Божья. Воля Божья заключалась в том, чтобы вся планета была Эдемским садом. Да. Это всегда было его планом. В первой главе послания к Ефесянам сказано, что это было его планом прежде создания мира. Что он благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Прежде создания мира. Так что мы знаем, какова его воля. Верно, это было в Адаме. Это было в Адаме. Адам не послушался. Когда это произошло, Лерой, Бог был выставлен за дверь. Да. Как ему теперь вернуться назад, внутрь? Он дал этому человеку власть над этой планетой. И этот человек взял эту власть и отдал ее дьяволу. И теперь дьявол сидит на всем этом, как лягушка на камне. Просто сидит и бросает вызов Богу и любому, кто попытается войти. Что же Бог будет делать? Бог искал человека. И он нашел такого в лице Авраама. Чтобы заключить с ним завет. Чтобы заключить. И он дал ему обетование. Когда он дал обетование, он нашел человека, который бы принял эти обетования и был бы послушен ему. И поэтому Бог заключил соглашение завета с этим человеком, что через этого человека позволило Богу вернуться назад на землю. Так что теперь Бог занят процессом того, чтобы привести все это в соответствие со своей первоначальной волей. От начала. Прежде чем она была нарушена. Так что все это было замещающим планом. Можем ли мы сказать, что Адам, согрешив, поменял системы? Да, он это сделал. Да, сделал. Понимаете, я хочу указать на это, потому что это сделает систему сеяния семени в Царстве Божьем более ясной для верующего. Ничто не может остановить семя, которое посеяно в вере, через послушание. Оно должно принести урожай. Оно должно умножиться. Сатана не может остановить его. Не может. Но когда человек понимает это, и понимает, что мы не просто делаем что-то и пытаемся заставить что-то произойти, это больше, это надежное дело. Но вы должны понимать систему, иначе другая система придет и скажет вам, что это не работает. Тогда сомнения и неверия войдут в вас. И, как ты сказал, Бог вложил в Адама все, что ему было нужно. Да, это так. И он мог распространять это помазание, и это богатство, и умножение, и благословение Божье по всему миру. Я бы хотел сказать это так, Лерой. Эдемский сад был внутри него, и у него была сила веры, чтобы расширять его, и благословить его, и распространить его по всей земле. И то же самое есть в нас. Эдемский сад снова в тебе. Слава Богу. Слава Богу. Понимаете, когда пришел Иисус, то тот завет, который Бог заключил с Авраамом, потому что Авраам принял его, позволил Богу через его слово. И Божье слово истина, поскольку он сказал это, так как он Бог. Но он поклялся об этом на крови, чтобы помочь Аврааму поверить в это. И поэтому здесь участвовала кровь. Это приготовление к заключению кровного завета, который просто прекращает все споры. Затем Иисус стал агнцем этого завета с чистой кровью. И Новый Завет, следовательно, является кровной клятвой Бога. И когда мы принимаем Иисуса как нашего Господа и Спасителя, то теперь этот завет заключен между Богом и Иисусом. И через Иисуса мы принимаем, мы входим в этот завет через наследие. Да. Иисус сказал, что Царство Божье внутри вас. Внутри вас. Мне понравилась фраза, которую ты сказал. Каждый рожденный свыше верующий имеет статус миллионера внутри себя. Вы имеете. Этот Эдемский сад есть внутри вас сейчас. Это владычество есть внутри вас во Христе Иисусе. И вы имеете от Святого Духа силу веры, чтобы воспроизводить это в своей жизни. Можем ли мы сказать, и я верю, что можем, что та же информация, которую мы получили насчет того, что было внутри Адама, что могло быть распространено на всю Вселенную, теперь, когда мы во Христе, и Царство Божье есть внутри нас, и те слова, что Господь сказал мне, что мы имеем внутри себя статус миллионера, это означает умножение, поскольку Бог уже устал видеть нас в конце списка. Да. Человек, который в Царстве Божьем не только имеет внутри себя способность прорваться, но он также имеет способность высвободить это для других. Да. Я думаю, что это то, что ты и я делаем прямо сейчас. Высвобождаем это для других. Потому что через наше помазание они могут ухватиться за это. Они могут двигаться с этим. Помазание распространяется через божественные связи. Да. Точно. Я помню, когда я только родился свыше, в 1962 году, и впервые начал слышать о людях, которые были помазаны, я начал узнавать о брате Робертсе и различных других людях, на жизни которых пребывало помазание Божье. Все мое понимание этого, Лерой, было таким, знаешь, что Бог просто говорит, вот старина, Лерой, я думаю, что дам ему какое-то особенное помазание. И... Я имею в виду, вот и оно. И Бог сделал такой выбор, и все мы остальные просто трудимся изо всех сил. И когда мне действительно что-то нужно, то я иду к Лерой, и он молится за меня. И... Это происходит. У меня было именно такое представление. Я не думал о семени. Мне это даже в голову не приходило. Но дело в том, что семя знает, что ему делать. И земля знает, что ей делать. Вы сеете семя в землю. Соединяете одно с другим. И оно будет расти. Но я узнал это в 1967 году, когда я поехал в университет Урала Робертса. И брат Робертс нанял меня на работу в свою летную команду. Так что я был на всех собраниях. Я начал слышать, как он учит о семени веры, и о сеянии, и жатве. И я начал понимать. Это работает. На его первом служении для партнеров, я очень быстро понял, что если я соединюсь с ним, тогда его помазание соединится со мной. Верно. Абсолютно верно. И что мое семя было этим связующим звеном. И это просто изменило мое понимание от этой стрельбы наугад, этого религиозного мышления, которое у меня было. И привело меня, и открыло мой разум к этим взаимоотношениям завета, которые у нас есть с Богом. Бог нелицеприятен. Его намерение в том, чтобы все были помазаны по максимуму, Лерой. Верно. Но так много людей не понимают этого. Они думают, что могут соединиться с помазанием кого-то, просто находясь рядом. Но это не будет работать. Вам нужно пройти через процесс сеяния. Все должно проходить через этот процесс сеяния. Семя устанавливает связь. Так что я думаю, что это хорошо объяснено, брат Коупленд. И я надеюсь, что тело Христово и все наши телезрители будут размышлять об этом для того, чтобы понять, что это не будет работать, если вы не будете действовать в этом. И Бог дает нам процесс, который применим в Царстве Божьем. Это принцип сеяния. Подумайте о том, как это действовало во всем служении Иисуса. Например, Он избрал 12. Верно. Все те, кто слушались Его, на ком было Его помазание. Библия говорит, что даже у Иуды была Его часть в этом служении. Иисус возложил на них свои руки. Они служили в Его помазании. И затем, после креста и воскресения, когда Он ушел, пришел Святой Дух. Они продолжали служить в этом Христовом помазании. Это то, что означает слово «Христос». И вы можете видеть во всем Новом Завете. Апостол Павел писал церкви в Филиппах. «Вы поддерживали Меня в благовествовании от первого дня даже до ныне. И вы, соучастники Мои в благодати». Верно. Затем в 4 главе Он сказал это следующим образом. «Бог мой». Он не сказал «Бог» или «Ваш Бог». Он сказал «Бог мой». «Всякую нужду вашу». Он ссылается на помазание апостола. С этого Он начал первую главу этого послания. И Он продолжает до 4 главы, где Он сказал «Бог мой». Мое помазание. Мой Бог. То, как Бог восполняет мои нужды на уровне апостола, Он восполнит ваши нужды на том же уровне, потому что вы соучастники в этом деле со мной. Мы связаны вместе. Соединены. Да, этим семенем. Так что на этой церкви было Его помазание. Это тот же самый процесс сеяния. Я следил за этим, Лерой. Это сильно. В моих молитвах за эти годы Господь потряс меня однажды. Я имею в виду с головы до ног. Он сказал мне, когда мы молились за выборы. Это было много лет назад. Не последние выборы в Америке, а гораздо раньше. Он сказал, твой голос это твое семя. Это твоя связь. Он сказал, если ты посеешь этот голос с неправильным мотивом, и ты посеешь его в жизнь политиков, которые делают что-то неправильное в своей жизни, он сказал, тогда их неправильные дела придут в твою жизнь, и ты даже не будешь знать, как дьявол пробрался сюда. Суд над ними придет и над лыдем. Да. Потому что это была связь, это было семя. И он сказал, если ты голосуешь с неправильным мотивом, ты проголосуешь за неправильных людей, и ты подпадешь под их суд. И он сказал, если ты не проголосуешь вообще, значит, ты уже проголосовал за неправильных людей. Это изменило все мое понимание данного вопроса. Я должен был это знать, потому что все является семенем. Верно? Что человек посеет, то он и пожнет. Так что, когда вы посеяли в помазание, вы будете пожинать это помазание. Это сильно. Вы сеете в Бога, вы будете пожинать от Бога. Вы сеете в этот мир, вы будете пожинать от мира. Вы сеете в мирскую систему, тогда эта мирская система убьет вас. Верно. В какую систему вы сеете, то вы и будете получать. Это то, то, к чему вы присоединены. Я думаю, что это то, брат Коупленд, о чем идет речь в 6 главе Евангелия от Матфея. Давайте откроем ее. Когда мы говорим о сеянии, а я говорил о процессе сеяния, когда писал эту книгу, «Вы не нищие, у вас есть семя». И здесь мы обычно читаем 33 стих, но я хочу начать немного раньше, так как я думаю, что мы можем лучше понять закон богатства в Царстве Божьем. В 19 стихе 6 главы сказано, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Возвращаясь к твоему откровению о семени, что вы можете сеять либо в положительное, либо в отрицательное. Вы можете сеять либо в благословение, либо в проклятие. Я думаю, что очень многие в теле Христова могут не знать этого. Знаете, если вы сеете ваши семена в этот мир, в мирскую систему, то именно это и вернется к вам. Так и есть. Нечесть вернется к вам. Иисус сказал здесь, когда начал учить этим принципам Царства Божьего, и мы подходим к тому, что Он сказал, «Ищите же прежде Царство Божие и правды, Его и это все приложится вам». Сказано, что Он начал, когда Он начал говорить о законах и богатствах Царства Божьего, Он говорит точно, и ты говоришь точно то, что Он сказал через откровение. Так как Он сказал, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». 19 стих, в 20 стихе говорится, «Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Затем Он продолжает и говорит о свете тела. Но в 24 стихе Он говорит, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне, или Богу и деньгам, или Богу и богатству». Я думаю, что здесь нас учат именно тому, что мы должны быть соединены с Богом. Мы должны быть внимательны, чтобы устанавливать правильные соединения в правильных местах посредством семени. Совершенно верно. Потому что вы можете пойти неправильным путем. Так что вы должны отделить себя от денег и отделить себя от сокровищ этой земли. Я думаю, это то, что делал Иисус. Вложите себя полностью в Бога и Его процесс, и в то, как действует Он, и тогда благословение начнет течь. Да, Лерой, и знаешь, большую часть времени, и наши предшественники это видели, они видели, что необходимо отделять себя от сокровищ на этой земле, но они вообще просто оставили их. И Иисус не говорил отделить себя от них и не иметь их совсем. Нет, нет. Он сказал не делать сокровищ из них, не сеять в это, сеять в Царство Божье, и все это придет, потому что это не главное. Точно, точно. Когда это становится главным, то оно убьет вас. Но если это для вас не главное, тогда вот оно приходит. Они отделены. Теперь у меня есть ответ. Я получил ответ, который я искал долгое-долгое время. Что произошло после Ветхого Завета? Вот мы приходим в Новый Завет, куда делись все эти деньги? Я думаю, они сделали вот, что они отделились от этого настолько, что они даже не понимали, что могут это иметь, но не позволить этому владеть ими. Да. Прямо сейчас есть многие в теле Христовом, и они говорят с духовной точки зрения, и я думаю, что это то же самое. Они отделили себя. Они страдают. Евангелие страдает. Царство Божье страдает, потому что оно не может распространяться так, как должно, потому что их вместилище, они впускают это в них. Да. Потому что они думают, что это неправильно. Поэтому отделение, о котором мы здесь говорим, это отделение, чтобы поставить все на свое место. Но вы не должны быть без этого. Но не отказывайтесь от этого, не отталкивайте это, потому что Иисус пообещал это прямо здесь. Это есть Царствие Божие. Я искал это 15 или 20 лет. Аллилуйя. Знаешь, на прошлой неделе ты сказал, это наше время. Это наше время. Это время тела Христова на земле. Точно. Совершенно верно. Мы прямо посреди чего-то, что больше всего, чего мы можем попросить или о чем можем подумать. Готовы разрушить все сдерживающие стены, готовы вырваться из них. Скажу вам, если бы вы были с нами вчера и слышали, о чем мы говорили, от Адама до Христа, и обо всем, что Бог вложил в Адама, и Он вложил это во Христа. И так как мы во Христе, теперь Он вложил это в нас. Это Царство Божье в нас. Я хочу начать прямо с этого, потому что я хочу сказать кое-что о разрушении стен, чтобы вырваться из сдерживающих стен в сфере финансов. Слава Богу! В сфере богатства. Сегодня ваш день, чтобы вырваться из всех сдерживающих вас стен. Другими словами, всякий уровень, на котором вы были удерживаемы, и благодаря тому, чем мы будем сегодня делиться, вы узнаете, как взять семя в Царстве Божьем и просто вырваться, и войти в поток, и переполнение того, о чем ты говорил вчера. Да, слава Богу! Итак, в Евангелии от Матфея 6.30, в 6 главе, в 30 стихе, я хочу прочитать здесь 4 стиха, и затем я хочу поговорить о процессе сияния еще раз. В 30 стихе Иисус сказал, «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники». Очень важное утверждение. Да, это так. Потому что всего этого ищут язычники. Так что поиски язычников и поиски праведников — это две разные вещи. Как отметил Иисус, «Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». И затем от Матфея 6.33, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». Две вещи — Царство Божие и Его правда или праведность. И затем Иисус говорит, «И это все приложится вам». Это то, что Бог хотел, чтобы Адам делал. Просто искал Его и позволял Богу использовать Его, как ты сказал вчера, чтобы распространять Его благость по всей земле. Это, по сути, все, что Он должен был делать. Иисус принес это нам назад. Он говорит, «Теперь Завет Божий произвел Божьи пути того, как действовать в этом через Меня. Святой Дух здесь. Я даю вам процесс сеяния». Иисус говорил нам очень много о сеянии. Я хочу прочитать некоторые места из Писания о том, как использовать семя. И это семя будет точно так же, как Адам в Эдемском саду не имел никаких финансовых ограничений. Богатство было повсюду, куда Он смотрел. Богатство для Него. Оно было для Него. Обеспечено для Него. Но Он упустил его, потому что Он не исполнил указания Божьего. И тело Христово тоже упускает это. Потому что сейчас процесс нашего возвращения назад в Эдемский сад — это процесс сеяния. Мы должны удалить страх. Мы должны удалить все это, чтобы могли теперь идти вперед и делать то, что Писание указывает нам делать, чтобы вернуть нас к образу жизни, который способствует Божьему образу жизни, чтобы мы могли распространять это Евангелие по всему миру. Чтобы вырваться из всех сдерживающих стен, Господь дал нам процесс, который называется Царство Божье, конкретную систему для восполнения наших нужд. Затем я записал здесь вопрос, что Бог говорит. Ищите прежде пути того, как действую я. Его пути действия — это сеяние и жатва. Да, так и есть. Это цена, которую мы платим. Ты говорил это раньше, и я говорил это раньше. И многие в теле Христовом, я особенно обращаюсь к телу Христа. Они поменяли системы, но вернулись назад. Они в Царстве Божьем, но они пытаются сделать это каким-то другим способом. Вот почему мы говорим, что только зарабатывать — это не Божий путь. Работа — это то место, где вы можете получить семя. Очевидно, что здесь есть две системы, которые действуют на земле. Я имею в виду, вот язычники, как написано, ищут всего этого. Ваш Небесный Отец знает, что вы имеете нужду во всем этом. Поэтому он говорит, что вместо того, чтобы делать это их способом, это единственный способ, который у них есть для этого, Лерой. Если они не соединены с Небесным Отцом, тогда единственный способ, как они получают то, что они едят, во что они одеваются и где они живут, это идти искать это. Я имею в виду, это единственный способ, и им нужно думать об этом. Верно. Но вот что плохо, брат Копленд. Я знаю, что я не хочу говорить с негативной точки зрения, но многие в теле Христовом делают то же самое. И знаешь, что, Лерой, один из ключей к этому, и это действительно потрясло меня, я действительно думал, что выполняю довольно приличную работу, веря Богу о моих финансах и так далее, и это работало. Да, намного лучше. Лучше. Потому что, когда я пришел к этому, я был хуже, чем разорен. Я разорился задолго до того, как спас. Да. Верно. Но я заметил. Посмотрите, что он сказал с 28 по 34 стихи. Несколько раз он сказал. Да. Даже не заботьтесь об этом. Не заботьтесь об этом. Я подумал. Я не жил без забот обо всем этом. Я все еще думаю об этом. Я все еще под сильным давлением этого. Даже хотя я двигаюсь в другом направлении, чтобы получить это, это все еще бомбардирует мой разум. Во что мне одеваться, что мне нужно делать. И все эти вещи. Верно. Мне нужен бензин, нам нужна еда на столе и все подобные вещи. Иисус сказал, зачем вы даже заботитесь обо всем этом? Видишь ли, многие еще не дошли до этого. Мы молимся, мы читаем Писание, мы прославляем Бога. Вот почему, когда Бог дал мне откровение, что деньги приходят, я говорил много всего, чего я не хотел говорить, и Господь сказал мне, говори это, вы нищие. Это было для того, чтобы встряхнуть тело Христова к реальности того, что вы не живете в том месте, которое было обеспечено для вас Богом. Так что я имею в виду, им нужно было услышать это, и это изменило многое, это изменило многие вещи в теле Христовом. Это изменило нашу семью, говорю тебе. Вы нищий, вы нищий. Повторяя это, ваше мышление, ваш разум думает, как я проживу до следующего месяца? Как я проживу до следующей недели? Детям нужно идти в колледж, нам нужна еда на столе, нужно горючее для машины. Все эти мысли приходят к телу Христову и изучение Слова Божьего не должно быть сражением, не должно быть битвой, потому что Иисус изложил эту систему здесь. Очень просто. Три небольшие вещи, которым я научился за годы у тебя, у Орла Робертса, у брата Хейгена. Что вы делаете, когда у вас есть нужда? Есть три правила, которым нужно следовать. Номер один. Бросьте семя в землю. Другими словами, посейте семя. Я говорю, это так. Мир говорит, что вам нужен бюджет и нужны сбережения. И несмотря на тот факт, что до тех пор, пока вы не выберетесь, вам нужно жить по бюджету, бюджет не является Божьей системой. Бюджет — это мирская система. Понимаете, что я говорю? Бог сказал бросить семя в землю. Второе — это ожидание. Развивайте ожидания. Когда человек сеет семя, первое, что он делает, он занимает положение ожидания. Как только вы узнали, как работает Царство Божье, как только вы применили вашу веру, как только вы посеяли ваше семя, то теперь вы в ожидании, что Бог исполнит то, что Он сказал в Своем Слове. И Бог всегда исполняет то, что Он сказал в Своем Слове. И затем я научился этому в основном у Орла Робертса и у тебя. Называйте ваше семя, чтобы вы могли узнать его, когда оно всходит. Если вы верите Богу о пяти тысячах долларов и получаете пятьсот, то это просто еще семя, чтобы посеять его в почву. Потому что если вы верите о пяти тысячах долларов, то пятьсот — это не пять тысяч. Когда вы узнаете эту простую вещь, сеете семя, ожидаете урожай и называете ваше семя, то теперь вы двигаетесь в процессе Царства Божьего. который приводит вас в Эдемский сад, который приводит вас в такое место, где вы теперь ищете прежде всего Царства Божьего и Его праведности. И вы больше не волнуетесь и не беспокоитесь и не раздумываете. Это, брат Копленд, это то, что задевало меня в теле Христовом. Я знаю, что многие люди, слушающие нас, страдают подобным образом. Это замаскировано. Но этот вопрос денег, о котором мы говорили, эти финансы или это умножение, которое Бог обеспечил для нас точно так же, как Он обеспечил это для Авраама, Исаака, Иакова, Иова, Эсфири, Соломона и так далее, Давида, Оно не перешло в Новый Завет. Я говорил тебе, что я искал этот ответ, и я получил его вчера, когда мы разговаривали. Я понял, что много язычников спаслось, пытаясь действовать в этом. Но это не было соединено с евреями. Да, знаешь, в самом начале церкви в первые 10 лет они финансово очень процветали. Дошло до того, что в церкви в Иерусалиме не было больше никаких нужд. Они сеяли и пожинали. Сеяли и пожинали. И это была большая церковь. В ней было 50 или 60 тысяч человек. И дошло до того, как сказано, что все у них было общим. И через некоторое время у них не было нужд. Верно. Из-за такого благословения. Но они не смотрели на это с точки зрения Ветхого и Нового Завета. У них не было представления об этом. Они просто приняли. Они были евреями. Они были семенем Авраама. И вот Мессия пришел. И его кровная жертва была принесена. И они ухватились за его имя. И они уже знали, что им принадлежит, потому что они были евреями. Так что они ходили в этом. Они ходили в этом. И теперь вы двигаетесь дальше. И 10 лет спустя Некоторые язычники спаслись в доме Корнилия. Да. И теперь в течение некоторого времени их просветили в книгах пророков, в законе и пророках, в торе и пророках. Они были просвещены в этом и в обетованиях теми евреями, которые учили их. Верно. Но с течением времени Я точно вижу, что произошло. Дьявол смог принести разделение между евреями и церковью. И церковь почти полностью отвергла Ветхий Завет. И они стали создавать христианство по ходу. У них не было понятия о том, какой Бог. Они не могли обратиться и прочитать об этом. Им сказали, что они не могут читать это. И затем позже им сказали, вы даже недостаточно святы, чтобы читать это. И затем постепенно они дошли до того, что почти потеряли Писание Нового Завета из-за всех этих принципов восточных религий, которые они привнесли. Нищета, обеты, посты, всякие странные идеи о том, что Бог ненавидит грешников. Безбожные вещи. И все подобное этому. И Богу потребовалось много времени, чтобы восстановить это в теле Христовом. Но вот мы, восстановленные к этому. Да. Мы принимаем это сейчас. Мы знаем Бога Авраама. Мы знаем Бога Исаака и Иакова, и Иосифа, и Иова, и Иисуса, и Павла, и Петра, и Иакова, и Иоанна. Слава Богу. Мы знаем, мы знаем, кто этот Бог. Слава Богу. Мы знаем, что Он великий Бог чудес. Чудес и знамений. Исцеление, и божественного процветания, и всего этого. Мы теперь знаем, что произошло в Эдемском саду. Мы знаем, но мы по-прежнему остаемся отрезанными от потока, потому что многие в теле Христовом все еще не действуют в этом, даже хотя они слышали об этом, но страх по-прежнему заставляет их удерживаться. Или держаться за то, что, знаете, я просто, ну, мне не нужно туда идти, мне не нужно верить во все это. Но это Евангелие должно быть проповедано. Да, оно должно. И должен быть остаток в теле Христовом. И я верю, что огромное число людей смотрит нас сегодня, которые входят в этот остаток. Те люди, которые возьмут это, которые работают в этом вопросе, которые слушают, вот поэтому они слушают. Слушают, чтобы ухватиться за это и сделать это реальностью в своей жизни. И когда это становится реальностью в их жизнях, тогда это становится реальным в работе Евангелия. Да. Это процесс сеяния, вы должны войти в него. Вот что он сказал в Евангелии от Марка 4, 26. Вы не нищий, у вас есть семя. Там говорится о том, как работает Царство Божье. И он говорит, Царство Божье подобно тому, вот оно опять, Царство Божье. Он говорит, ищите же прежде Царство Божье и правда Его, и это все приложится вам. И здесь Он говорит, Иисус говорит, Царствие Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Он показывает, как вам подключиться к Царству Божьему, как человек, бросающий семя в землю. Лерой, ты не можешь изменить это. Нельзя. Нельзя обойти сеяние. Нет, вы не можете обойти это. Вы не можете обойти стороной сеяния, и это одна из вещей, которые я подчеркиваю в учении. Знаете, мы говорим о том, что деньги приходят, и я не буду нищим ни одного дня в моей жизни. Но вы должны понять процесс сеяния. Деньги не станут автоматически приходить к вам. Вам придется войти в это и сеять, и слушаться Бога. Если вы хотите слушаться, будьте послушны, и вы будете вкушать благо земли. Вам придется уповать на помазание, высвобождать вашу веру, иметь посвящение вашей жизни, святость, удаляться от зла, чтобы Бог мог использовать вас, и эти вещи являются частью этого. Я очень впечатлен. Есть одна вещь в моем духе, Лерой. Ты говорил это снова и снова. Фактически. Я прочитал эту строчку в твоей книге на передаче вчера. Мысль здесь такова. Чем я зарабатываю на жизнь? Я даю на жизнь. Я фокусируюсь на этом. Да. Вы должны это делать. Поскольку, видите ли, если вы недоброходный даятель, то Бог не несет ответственности. Вы все еще играете с этим. Он не ответственен за то, чтобы давать вам семя. Нет, нет. И если вы соглашаетесь с этим, «О, да, аминь, чудесно, аллилуйя, слава Богу, мы это делаем», но потом проводите всю неделю, пытаясь вычислить, что вы будете есть, и где вы это возьмете, и так далее. Что говорил Аков о человеке с двоящимися мыслями? Он не тверд во всех путях своих. Вы пытаетесь жить одним образом, а думать с другим. Пытаетесь делать одно, а говорить другое. Должен быть момент, когда вы поймете, «Я собираюсь жить в системе царства, я буду специализироваться в этом, я буду изучать это, мне придется узнать, что я делаю. Я собираюсь посвятить себя этому и забыть обо всем остальном». Высвободите мою веру. Что сказал Бог? Кому, как говорит Писание, Бог будет давать семя? Сеятелю. 2 Коринфянам 9.10. Он говорит, что Он дает семя сеющему. Я помню, как я читал это. Это сильно. Я помню, как я читал это. Бог говорит, и так Он не ответственен за то, чтобы давать вам семя, если вы не собираетесь подчиниться и стать сеятелем. И вот почему многие люди страдают, потому что они не позволяют себе стать сеятелями, и сеятель должен двигаться под руководством Святого Духа с одного уровня на другой, с одного уровня на другой. Но если вы не становитесь сеятелем, если вы не доброходный сеятель, где это? В Первом Послании к Тимофею. Посмотрите в Первом Тимофею 6 главе. Они часто используют это. Религия часто использует это местописание, чтобы отделить людей от богатства Божьего. Но они не читают дальше. Они останавливаются там, где хотят остановиться. Они остановились на 10 стихе, ибо корень всех зол из сребролюбия, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Это удержало многих людей в нищете. Я наткнулся на этот стих, когда я раньше начал учить о финансах. Здесь говорится «сребролюбие». Говорится о людях, которые идут за деньгами. Вот почему Бог дал нам фразу «деньги приходят». Но стих, который я искал, который поднялся в моем духе, это 17 стих. «Богатых в настоящем веке увещавай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога, живого, дающего нам все обильно для наслаждения». В этом процессе сеяния семени и упования на Бога все это будет удалено из вас. Вот почему Бог сделал это процессом. Знаете, я начал сеять, и я сказал «хорошо». Я понял, у меня есть откровение об этом. Мне все еще приходилось идти через это шаг за шагом. То, с чем, как я думал, я могу справиться, я не мог. Так что процесс сформировал меня. «Лерой, помнишь, Иисус обращался к богатому юноше и сказал ему, чтобы он начал давать бедным». Верно. «Тот отверг это». Но если вы посмотрите на параллельные места Писания, то это приведет вас к книге Даниила. «И Даниил дал царю указание давать бедным, чтобы исправить ошибку в его жизни». Здорово. Это в книге Даниила. Да. Так что вы видите, каким был мотив Иисуса, чтобы исправить ошибку в жизни этого молодого человека. Как? Участием в даянии. Если вы участвуете в сении семян, тогда вы начинаете быть соучастниками с Богом. И, как ты говоришь, это показывает, каким образом приходит очищение от любви к деньгам. Удалите надменность. Да. Удалите упование на неверное богатство. Аминь. И ваше упование будет в Боге. Я имею в виду, что когда я прошел этот процесс, будучи сам из ниоткуда и никем, не имея ничего, и ухватился за Слово Божье и начал применять Слово Божье и верить Богу, то Бог провел меня через этот процесс. Вы не сможете изменить мое мышление. То есть нет никакой возможности, чтобы я стал надменным, потому что я знаю, что я всего лишь управляющий. Когда вы утверждены. Вы утверждены и укоренены. Да, когда вы утверждены и укоренены в Слове Божьем и в благодати Божьей и в вере в этот процесс. Я думаю, что некоторые начали. Я чувствую прямо сейчас. Что некоторые начали двигаться в этом откровении и сеяния и жатвы, но через какое-то время они отступили. Но Дух Божий говорит вам прямо сейчас, вернитесь туда, где Бог впервые проговорил к вам о Его системе. Его система работает. Те вещи, через которые вы прошли, и казалось, что это не работает, а без веры угодить Богу невозможно. Бог не может просто нести вас, если вы не будете применять вашу веру. Но есть много людей, у которых много конспектов, много пометок в их Библии, и вы знаете истину, но вы все еще не получили своего прорыва. Сегодня ваш день. Слава Богу! Я провозглашаю во имя Иисуса, потому что на вашем телевизоре включен этот канал, и ваш приемник настроен на эту станцию. Сегодня ваш прорыв. Я высвобождаю помазание в вашей жизни, в вашем доме, в вашей семье, в ваших детях, в вашем бизнесе. Сегодня то, что вы услышали, то, во что вы поверили, то, что вы еще не приняли, я провозглашаю, что сегодня день, чтобы вы принимали. Во имя Иисуса, который превыше всякого имени. Слава Богу! Аллилуйя! Послушай, они могут вернуться назад и снова задействовать семьи, которые они поселили 10 лет назад. Они живут правильно. Настало время для них ходить в том, о чем они читали, во что они верили, и я приказываю, чтобы дьявол убрал свои руки от вас. Я принимаю это. И перестал мучить вас и говорить, что вы никогда не выберетесь. Я приказываю вам в эти. Пророчески я говорю, я призываю вас на свободу во имя Иисуса. Слава Богу! Да. Я почувствовал это. Слава Богу! Знаете, это свобода, этот процесс, это работает. Дьявол лжец, Иисус Мессия, Слово Божье работает. Есть очень много людей, которые любят Бога. Я хочу повторить это. Вы сказали, что вы любите Бога всем своим сердцем, но вы все еще проходите через эти финансовые трудности и проблемы. И точно так же, как Он спас вас, так же, как Он исцелил вас, так же, как Он исцелил вашего маленького ребенка, когда тот был болен, Он сделает то же самое и в этой сфере. Все это завет. Да. Все это обетование. Все обетования Божьи, да и аминь. И все, что нам нужно делать, это ходить в них. Задействовать. Мы должны начать называть, называть несуществующее, как существующее, быть полностью уверенными в том, что то, что Он пообещал или о чем Он пророчествовал, Он способен и исполнил. Да, слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Вы ухватили за это? Аллилуйя. Я ухватился. Слава Богу. Слава Богу. Дух Святой просто накачал меня этим. Аллилуйя. Я пробужу все эти мертвые семена, с которыми я ничего не делал, после того, как посеял их. Слава Богу. Аминь. Мы вернемся через минуту. И давай вернемся к тому, на чем мы остановились. В четвертой главе Евангелия от Марка. Двадцать шестой? Да, двадцать шестой стих. Царствие Божье подобно тому. Вы можете прочитать это так. То, как действует Бог, подобно тому. То, как действует Бог. Как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает, ночью и днем, а как семя всходит и растет, не знает он. Он не знает как. Ибо земля сама собой производит. Так что семя знает, что ему делать. Земля знает, что ей делать. Но это является ответственностью человека, посеять семя в землю. Нет, оно не может. Семя само себя не посеет. И земля не может ничего сделать, не имея в себе семени. Он говорит, что все Царство Божие подобно этому. Все, что он делает, подобно этому. Давай вернемся к 18 главе Евангелия от Матфея и Лерой. Знаешь, в 2004 году, в последние выходные августа, как раз перед днем труда, у меня в позвоночнике разрушился диск. Я имею в виду, он буквально взорвался. Этот диск просто разлетелся на части. И я никогда в моей жизни не испытывал такой мучительной боли. Посреди всего этого, пока я противостоял этой боли, Господь послужил мне. Он сказал, «Когда ты пытаешься получить что-то от меня...» Он обращался ко мне. «Скажу вам, Дух Божий действительно подключился к этому вместе со мной». Это звучит так, словно это произошло за несколько минут, но это заняло несколько дней, «Когда я просто приблизился к нему настолько близко, насколько только мог». Я слышал его голос внутри себя. Он сказал, «Когда ты пытаешься получить что-то от меня вне моих наставлений и за рамками того, как работает Царство Божье, то ты просишь меня сделать что-то, что противоречит плану Отца». И Лерой, я никогда не смотрел на это раньше таким образом. Я видел части и детали этого. Но это, наконец, дошло до меня. Я имею в виду, что это пришло, как курица на насест. Это просто почило на мне. И когда вы пытаетесь заставить Бога благословить вас финансово, и вы не сеете семя, то вы просите Иисуса сделать что-то, как вашего Господа и Спасителя, что выходит за рамки Его призвания. Видишь ли, многие люди думают, что могут сделать это брат Коупленд при помощи молитвы, при помощи хвалы, при помощи поклонения. Они думают, я говорю о финансовом прорыве, что это придет из-за посещения церкви, из-за того, что они будут хорошими христианами, но вы по-прежнему не вошли в то, что он сказал вам делать. Если вы делаете все эти вещи, это прекрасно. Все это... Это часть сеяния семени и жатва урожая семени. Но если вы попытаетесь делать все это совсем без семени... Это не сработает. И вы зайдете где-нибудь в тупик. И посреди всего этого он направил меня к 18 главе Евангелия от Матфея. И давайте откроем это местописание, поскольку оно очень известное. Но он говорил со мной об этом с другой точки зрения. И я увидел это в совершенно ином свете. В 18 стихе он сказал, «Истинно или клятвенно?» Клятвенно. Верно. Говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Помнишь, мы говорили об Эдемском саде и Божьем первоначальном плане. Я помню. И Адам потерял все это. И поэтому Иисус пришел, чтобы вернуть это назад. Да. Бог создал саму жизнь, которая была в Адаме, словами владычества. Да. И затем Он сказал, «Я благословил тебя умножаться, владычествовать и наполнять землю». Это был Божий план. Бог никогда не меняется. Это по-прежнему является Его план. И среди этой ужасной боли и ужасной ситуации, в которой я находился, я взывал к Богу. Я взывал всем, чем мог взывать. Ты прав. Ты испытывал боль. Потому что мне действительно было больно. И Господь привел меня прямо к этому. Он сказал, «Живи в соответствии с моим первоначальным планом». Он сказал, «Адаму было сказано владычествовать». «Если ты не собираешься делать это, то ты просишь меня вмешаться и сделать это за тебя». Он сказал, «Ты просишь меня сделать что-то, что я неуполномочен делать». Ты был уполномочен делать это. Именно эти слова Уин сказал. Он сказал, «Ты был уполномочен делать это» или «У тебя есть дела сделать это». И он привел меня к этому месту Писания. «Что я сказал тебе делать?» Он сказал, «Я сказал тебе, что ты свяжешь на земле, я поддержу тебя с неба, и что ты разрешишь на земле, я поддержу тебя с неба, и где двое или трое собраны во имя мое, и вы в согласии, я поддержу это согласие, и мой Отец поддержит это всей своей силой». Аминь. Аминь. Он сказал, «Ну, если ты выйдешь за рамки этого, и начнешь взывать ко мне, чтобы я сделал что-то, то в этом будет действовать моя милость». И он сказал, «Но приходит время, когда тебе придется вернуться в эти рамки». И он говорил со мной таким образом. «Вернись в рамки». «Вернись в рамки». Он сказал нам, что делать с семенем. Он сказал нам, что все Царство Божие работает таким образом. Он сказал нам не сосредотачивать наше мышление на всем том, в чем мы нуждаемся. Слава Богу. Он сказал нам сосредоточить наше мышление на этом семени, сосредоточить наше мышление на Царстве Божьем и том, как он действует, сосредоточить наше мышление на этой власти, сосредоточить наше мышление на имени Иисуса, привести наше мышление в соответствии с этим. В том, что ты говоришь, есть трилии, четыре момента. Бог не может сделать это за вас, потому что Он уже сделал это и сказал вам, как это делать. Да. И затем ты сказал, что точно так же, как тебе пришлось взять власть и владычество, чтобы получить исцеление твоей спины в соответствии с правилами Царства Божьего, точно так же мы, как верующие, в соответствии с принципами и правилами Царства Божьего. Абсолютно верно. Мы должны использовать эту систему для того, чтобы получить финансовую свободу. Я использовал семя, и мою власть сеять его, и власть, которая была вложена в меня в имя Иисуса, чтобы взять власть над этим беспорядком в моей спине. И эта боль просто била меня. Но, Лерой, я использовал семя как свое связующее звено. Верно. Я слышал, как брат Робертс говорит это. Я слышал, как он говорил это в то время, когда он заболел, и что-то атаковало его тело. Первый вопрос, который он задал своей жене Эвелин, «У нас есть какое-то семя в доме?» «У нас есть какое-то семя в доме?» Я имею в виду, он действительно верил в это, и после сеяния семени приходило исцеление. Так что этот принцип работает во всем. И та часть, где говорится, что не знает он, это не значит, что вы не знаете, что делать. Потому что Писание учит нас тому, что делать. Он знал, что нужно посеять. Он знал, что нужно посеять. Он просто не знал, что семя делает под землей, но он знал, что оно взойдет. Так что ваша часть в том, чтобы посеять. Да. Посадить его в землю и поддерживать ваши взаимоотношения. Вы были уполномочены сеять. Верно. Так что пытаться сделать это каким-то другим образом, вы не уполномочены делать это каким-то другим образом. Иисус не уполномочен благословлять это каким-то другим образом. Лерой, он сказал мне кое-что прямо посреди всего этого. Примерно после четырех или пяти дней, когда он говорил со мной об этом. И это действительно дошло до меня. Он сказал, знаешь, ты можешь научиться некоторым вещам через то, чего я не говорил. Я сказал, да. Он сказал, открой последнюю главу Евангелия от Марка. Он сказал, я скажу тебе, чего я не говорил. Он сказал, когда я пришел к ним и явился им, в последней главе, начиная с пятнадцатого стиха, он сказал, вот чего я не говорил. Я не говорил. Итак, ребята, я пойду по всей земле, я буду проповедовать Евангелие всему творения, я буду изгонять бесов, я буду возлагать руки на больных, и они будут здоровы, а вы следуйте за мной. Верно, он не говорил этого. Он сказал, вы идите по всему миру, вы проповедуете Евангелие всей твари. Что он делал? Он уполномачивал их. Он уполномочил нас. И он сказал, сразу в следующем стихе, и сказал, что я пошел с ними и содействовал им своей силой и подтверждал то, что они делали и говорили. Он сказал, я подтвержу это. Это несложно понять. Это точно то, о чем он здесь говорит. Это точно то, о чем он здесь говорит. Следуйте этим правилам вере. Делайте, что я говорю вам делать, и я подтвержу это. И сказал, вся земля узнает, что вы названы Моим именем. Они увидят вас, Исайя сказал, ходящих в процветании. Никакое откровение, никакое проявление, никакое движение духа. Они увидят, язычники, равно как и другие христиане в Завете, увидят вас, ходящими в процветании. Если вы будете следовать моему плану, делайте то, что он говорит. Делайте то, что я сказал делать, и вам не нужно беспокоиться о том, как. Потому что часто я учусь 6 главы Евангелия от Иоанна, где было это множество народа, и Господь с учениками, Он проверял их. И затем Библия говорит, что Он знал, что хотел сделать. Да, Он знал. Он уже знал, что хотел сделать. Нет, те ребята волновались. Знаете, они смотрели на толпы, они смотрели на то, что у них было. И знаешь ли, Рой, они не слушали. Да. Я чаще оказывался в проблемах из-за того, что не слушал, чем по другим причинам. Все мы оказывались. И он спросил у Филиппа, где нам купить еды, чтобы накормить всех людей? Он не спрашивал его, были ли у них деньги. Он спросил, где нам купить? Понимаете, Он уже знал, что Он хотел сделать. Пошел ли Он за деньгами и купил эту еду? Нет, Он взял веру и купил эту еду. Да. Он взял свою власть над хлебами и рыбами и купил эту еду. Точно. Мы купим это у небес. Но Он просто спросил их, где мы это возьмем? И Филипп сказал, у нас нет денег. Он запаниковал. Он не пытался ответить, где мы это возьмем? Ни один из них не пытался ответить, где мы это возьмем? Верно. Они даже не услышали этого. Как ты сказал, все, что они видели, это большую толпу, и все, о чем они думали, это где мы возьмем деньги, а не... где мы возьмем еду? Видишь ли, брат Копланд, после того, как мы учили определенным вещам на этой передаче, люди, которые слушают нас сейчас, задают неправильный вопрос. Понимаете, о чем я говорю? Многие годы я задавал неправильный вопрос. Как я смогу это сделать? Как это сработает? Но единственное, что я должен сейчас делать, это делать то, что Он сказал мне делать. Вторая глава, пятый стих Евангелия от Иоанна. Если вы хотите чуда, то вот, что Мария сказала ученикам. Вы хотите чуда? Тогда то, что Он скажет вам, то сделайте. Понимаете? И я имею в виду, что это слово прямо для слушающих нас. Я тоже так думаю. Я знаю, что многие находятся в таком финансовом положении, которое их не устраивает. Многие христиане находятся в таком положении, потому что я общаюсь со многими христианами. Я получаю много писем от людей, которые знают истину, но эта истина не задействована в их жизни. Но вот эта короткая фраза, которую Мария сказала ученикам о Своем Сыне Иисусе. «Что скажет Он вам, то сделайте». Очень часто в моем духовном росте и в моем росте в процветании было много вещей, которые мне пришлось делать верой, потому что Господь сказал мне сделать это. «Я доверял Ему». И когда вы научитесь доверять Ему в каждом аспекте вашей жизни, опять же, вы доверяли Ему, что Он спасет вас. Вы доверяли Ему, что Он исцелит вас. Вы доверяете Ему, когда молитесь за этого ребенка, когда этот ребенок садится в школьный автобус в первый раз, чтобы ехать в школу. Вы доверяете Богу, что он пойдет в школу с этим ребенком. Поэтому доверяйте Ему так же и в этой сфере. Именно так вы и получите свой прорыв. Это очень просто. Это настолько просто, что враг хочет это усложнить. И так же идет эта постоянная стрельба со всех сторон, чтобы попытаться удержать тело Христова отхождения в том, что по праву принадлежит Ему. Но тело Христова ухватывается за это. Это действительно так. Они жаждут этого. Они намерены это сделать. И я верю, что это будет сделано. Я тоже. Это должно быть сделано до прихода Иисуса, потому что Иисус не может прийти, когда тело Христово находится в таком финансовом состоянии, в котором оно находится сейчас. Оно должно ходить в завете. Видите ли, спасение душ, проповедь Царства Божьего, все это выражение завета и Царства Божьего. Для того, чтобы это происходило, это должно поддерживаться обеспечением Царства Божьего. Да. И Он не собирается приходить сюда и делать это за нас. Он учит нас принципу. Дух Святой учит нас, помазывает нас, дает нам веру и Слово Божьего, и мы начинаем применять эти принципы, бросая это семя в землю, ложась, спать и вставая. Вы не знаете, как, но Бог, по Своему Слову, Он производит это. Да. Сверхъестественно. Знаешь, Лерой, когда кто-то только спасается, то Писание называет его духовным ребенком. Ну, конечно же, Бог делает вещи за них. Верно. Потому что они не знают, как сделать что-то по-другому, но приходит время, когда мы должны ходить в этих рамках. Ходить верой. Ходить верой и оставаться на пути, которому Иисус научил нас, и на пути, на котором, как Новый Завет учит нас, эти вещи работают. Вы можете плакать, пока не кончатся слезы. Да, это не работает. Вы можете вопить к Богу снова и снова десять тысяч раз, говорить Ему, какой вы нищий. Вы ничего не делаете, чтобы изменить это, потому что Он не станет делать то, для чего Он уполномочил нас, и что сказал нам делать. Он не может прийти и сделать это за вас. Приходит время, когда вам придется подтянуться и делать то, что Писание говорит нам делать. Точно. И знаешь, брат Коупленд, во 2 Коринфянам 9.10 сказано, «Дающий же семя сеющему, и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами, и умножит плоды правды вашей. И затем соедините это с посланием к филиппийцам 4.19, где говорится, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Мы знаем этот стих, мы говорили об этом стихе раньше, на этой неделе. Это филиппийцам 4.19. Да. Он вытекает из того, что верующие сеяли в апостольское служение. И Павел сказал, «Помазание приведет вас на мой уровень помазания и на мой уровень благословения». Есть еще одна мысль, которую я хотел бы развить, когда мы говорили ранее. Бог дает семя сеющему, и сатана не может с этим ничего поделать. Если этот сеятель будет сеять то, что Бог сказал ему делать, сатана не сможет остановить урожай. Павел писал это людям, которые собирали пожертвования. Да. Во 2 Коринфянам 9 главе. Вот о чем там все написано. Знаешь, глядя на это, я проповедовал много раз из 8 и 9 главы 2 послания Коринфянам. Там можно увидеть благодать даяния. Там было помазание, чтобы давать. Да. Оно высвобождалось. О да. Библия говорит, что они давали из своей бедности. Да. И вы можете посмотреть на это с двух сторон. Они давали, потому что были нищими в то время, в бедности, но они давали. Но они также давали из своей бедности. Да. Потому что даяние выведет их из бедности в его изобилие. Да. Так что он говорит, дающий семя сеющему, но если это семя не посеяно, многие люди провозглашают филиппийцам 4.19, но вы не можете провозглашать просто так. Филиппийцам 4.19, Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, вытекает из семени или семян, которые были посеяны, и это возвращает нас к тому, что мы говорили. Бог дает нам правило. Это зависит от нас. Он будет давать нам семя. Он ответственен за то, чтобы давать нам семя, если мы сеятели. И то, о чем я думал, посреди разговора ко мне пришла еще одна мысль, о которой я думал раньше. Мы говорили об Адаме. Мы говорили о том, что Бог вложил так много в Адама, чтобы сделать для него определенные вещи, и что Он хотел, чтобы богатство в этом мире приходило через Адама. И Адам должен был иметь владычество и взять власть над этим. Опять же, когда Он пришел к Аврааму, Он нашел себе человека. Он сказал Аврааму, «Я благословлю тебя». Затем Он сказал, «Я покажу тебе. Я покажу тебе землю. Я сделаю тебя благословением. Я прокляну тех, кто проклинает тебя. Я благословлю тех, кто благословляет тебя, пока все народы земли не будут благословлены». Я думаю, что 12 глава Бытия — это правило, по которым действует Бог. И затем вы приходите к Царству Божьему. Я думаю, что это перетекает в яркое откровение о семени, о том, как Бог действует в Царстве Божьем. Иисус учил нас, как использовать семя и ходить в Божьем благословении. Да, Он сказал, «Я даю это вам. Идите и овладевайте. Я даю вам семя. Сейте его. Вы берите власть над урожаем». Ты помнишь, возвращаясь в 4 главе Евангелия от Марка? Когда все выросло, Иисус не пошел собирать урожай. Тот же человек, который посеял это, пошел и собрал урожай. Он взял серп. Он собрал это. Так что были определенные вещи, которые Он был уполномочен сделать, которые Он должен был сделать. Я верю, Лерой, прежде чем мы закончим говорить об этом, нам нужно поговорить о следующем. Если будет на то воля Господня, поднять этот вопрос и рассмотреть его завтра, потому что это настолько важная часть всего этого. «Мужчины и женщины спасены, исцелены, процветают, освобождены». Все это, что Иисус приобрел и за что заплатил, приходит через то, что вы слышите и говорите слава. О да, определенно. Это основной путь. Это основное правило. Потому что Иисус является первосвященником над словами, которые исходят из наших уст. Верно. Если вы говорите что-то другое и пытаетесь заставить Его благословить это, вы вопите о том, как плохо идут дела, вы вопите о том, как сильно вы страдаете. Я знаю какое-то искушение, потому что, когда вы действительно страдаете, вы просто хотите закричать, «Боже мой, страдаю, разве ты не понимаешь?» Ты говоришь о том, что ты можешь сеять и при этом говорить неправильные вещи? Да. Это разрушит эффективность семени. Это убьет ваше семя прежде, чем оно взойдет. Я помню, как нам пришлось изменить наш словарный запас. Мы ходили по дому и проверяли друг друга. Ты не можешь так говорить. И мы каялись. Мы тоже. Именно так мы с Глорией хватились. Мы так поступали с женой. Мы переняли это у всех вас. Мы с Кэроли научили этому наших детей. Наше время снова подошло к концу. Завтра мы прямо с этого и начнем. Лерой, большое спасибо тебе, что приехал и поделился этим с нами. Ты просто завел меня. С удовольствием. Я помню, во время тех собраний «30 дней славы», которые мы проводили весь сентябрь в церкви, ты приезжал каждый день и проповедовал. Это было настолько насыщенно, что мы едва выдерживали. В один вечер мы все просто бегали. Все просто побежали. Я бежал так, что у меня задралась штанина. Мы просто бегали, и сила Божья была на том месте. На вчерашней передаче «Говорю тебе, точно так же было здесь, на вчерашней передаче». Да. Это все еще на мне. Это действительно благословляет меня. «Говоря об этих правилах сеяния в Царстве Божьем, как ты сказал, и я согласен с тобой, я верю, что на этих передачах Бог возвращает нас, если ты позволишь мне так сказать, к практической важности, к тому, как вернуться в соответствие с понятиями Царства Божьего, принципами Царства Божьего, поскольку ты уже так хорошо объяснил то, что Бог не может нарушить свое слово. Он не может прийти и сделать для вас что-то, что Он уполномочил делать вас. «Что вы свяжете на земле?» сказал Он. «Я свяжу на небесах». Вы даете Ему право участвовать здесь и делать то, что, как Он сказал, Он может делать согласно Его Завету, Его Царству. И в книге «Вы не нищие, у вас есть семя», и я думаю, что эта глава соответствует направлению, в котором мы собираемся идти сегодня, а именно «Сеяние на жизнь». Бог дал мне это утверждение, когда я писал эту книгу «Сеяние на жизнь», и это устанавливает правила. Здесь, в 4 главе Евангелия от Марка, мы читали об этом, но это нужно повторить, потому что это так сильно. В 26 стихе говорится, «И сказал, Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встаёт ночью и днём». Это в 27 стихе. «И как семя всходит и растёт, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Сеятель также должен знать, когда становится истинным сеятелем, что делать между сеянием и применением серпа. Здесь есть промежуток времени. Да, всегда. Да. И мы начали говорить о поливании семени. И часто вы можете посеять семя, но вы не поливаете его, если вы не исповедуете, если вы не занимаетесь вашим исповеданием. Помните, Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, если кто скажет». Он говорит, что вам нужно говорить что-то об этом. мы говорили о времени, когда мы пересчитывали то, что мы когда-то посеяли и охраняли, и исповедовали над этим, чтобы поливать это семя, потому что это также необходимо и поливать. Вы должны твердо держаться. Вы должны говорить, «Я не буду нищим ни одного дня в моей жизни». Вы должны говорить, «Я голова, а не хвост, я посеял семя в почву». Вы должны говорить, «Я благословлен при входе и при выходе». «Я благословлен в городе и на поле». Вы должны говорить это громко самим себе, чтобы задействовать ту силу и то помазание, которое есть внутри вас. И делать это не просто раз или два, когда вы кладете деньги в корзину для пожертвований. И это важное время, чтобы делать это. Но это только лишь ваше начало. Вам необходимо делать это постоянно. Постоянно заниматься исповеданием. Дух Святой дал мне очень простое утверждение, которое я излагаю в книге. Знаете, иногда простота вещей является их практической важностью. Сеятель — это не просто тот, кто сеет семя время от времени. Знаешь, просто сравнение. Сеятель сеет на жизнь точно так же, как фермер зарабатывает на жизнь фермерством. Фермер не просто сеет один раз и затем говорит, «Ну все, я больше сеять не буду». И я думаю, что Иисус был мастером в том, чтобы брать простые вещи и объяснять нам. Он никогда не был слишком сложным. Он изложил это, проведя параллель между фермером, сеющим семя, и верующим, сеющим семя. Иисус дает множество иллюстраций того, как это работает. И фермер постоянно сеет. Но после того, как фермер посеял семена, он не закончил. Нет, на самом деле он просто хорошо начал. Мой отец был фермером. Я часто наблюдал за ним, когда я был маленьким. Он следил за полем. Он расставлял пугало в поле, чтобы отгонять птиц и отгонять ворон, чтобы они не прилетали и не поедали растения, прежде чем они взойдут. Так что вам нужно следить за этим. Помните Авраама, когда он приготовил жертву и отгонял хищных птиц? Я думал об этом. Да, он отгонял. Ему нужно было следить за этим, и он отгонял этих бесов от нее. Вам лучше верить в это? Чтобы все совершилось. И я верю, что очень много сея не осуществлялось в теле Христовом. Многие люди действительно любят Бога. Мы говорили об этом. И знаешь, я хочу сказать это, поскольку тело Христово получает недостаточно комплиментов. В теле Христовом есть много людей, которые действительно любят Бога. Они еще не продвинулись далеко в сфере финансов. Но они действительно любят Бога. И поэтому мы пытаемся дать определение некоторым вещам и быть помощью для них. Где я пропускаю это? Я думаю о том, о чем мы говорили между передачами. И ты, возможно, захочешь развить эту тему об исповедании. Исповедание о вашем семени. О том, насколько это важно. Мы спасены через слышание и исповедание слов. Мы исцелены через слышание и исповедание слов. Все, что мы принимаем от Бога, мы принимаем через слышание и исповедание слов. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Слова в центре внимания. Слова – это мост между небом и землей. Слово Божье является абсолютно всем для Него, и, следовательно, оно все для нас. И когда вы не хотите говорить слова веры о семени, которое было посеяно, когда вы не хотите, после того, как вы посеяли его, постоянно исповедовать Слово Божье об этом семени, тогда вы абсолютно пренебрегаете самим служением, которое Иисус помазан исполнять. Потому что третья глава послания к евреям говорит, что Он – первосвященник, помазанный Богом над нашим исповеданием. Да. Я помню, когда я впервые понял это, брат Копленд, что слова – это транспортное средство, что слова – это контейнеры. Да, это так. Что слова могут нести страх или веру. Я узнал, что слова могут называть несуществующее, как существующее. И поэтому так важно, чтобы после того, как вы посеяли свое семя, вы продолжали говорить то, во что вы верите. Это очень важно. Абсолютно жизненно важно, Лерой. Десятая глава послания к римлянам. Точно так же, как мы были спасены благодаря тому, что близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Это основной принцип всех Божьих вещей. И сеятель должен знать это, сейте семя, сейте слово. Подумай о правилах Царства Божьего. Иисус сказал это, чтобы мы оставались внутри этих рамок. Мы знаем, что нужно сеять. Теперь подумай о том, что бы произошло, если бы ты просто пошел и поливал поле, но ты не посеял никакого зерна. Абсолютно ничего. У тебя вырастет куча сорняков, но даже сорняки происходят из семян, Лерой. Да. Если мы просто поливаем и поливаем, а это то, чем является хвала и исповедание. Поливание. Это поливание. Но если вы продолжаете только поливать, и продолжаете только поливать, и прославляете, и поливаете, и прославляете, и поливаете, и прославляете без всякого семени, то вы ничего не получите. Если вы посеете семя в землю, и при этом не будете поливать, вы также ничего не получите. Так что вы сеете семя в землю, и затем прославляете, и поклоняетесь, и поклоняетесь, и прославляете, и исповедуете, и твердо держитесь за эти слова. И берете власть над птицами, которые пытаются прилететь и выкопать ваше семя. Берете власть над дьяволом и говорите ему убираться из вашего сада. Я уполномочен процветать, я уполномочен сеять, я уполномочен поливать это. Теперь убери свои руки от моего урожая во имя Иисуса. И вы должны делать это сразу же, как посеете свое семя, потому что вы не можете говорить то, что вы видите. Вы не можете говорить то, что вы чувствуете. Вы должны говорить то, во что вы верите. И говоря то, во что вы верите, то, во что вы верите, проявится, победит ваше чувство и победит то, что вы видите. Это то, чему Кэролин и мне пришлось научиться. Мы были нищими, но мы больше не говорили, как нищие. Я говорил, «Как поживаешь?» Она отвечала, «Я благословлена. Я наверху, я голова, не хвост». И мы говорили это, мы заставляли детей говорить это. И мы не были неправы, потому что Писание говорит нам делать это. Ваши слова — это ваше первое семя. Да. Это первое семя, которое вы сеете. Сеятель слово «сеет». Лерой, я знаю, это происходило с Глорией и со мной. И я говорил об этом с разными людьми. И я знаю, что это происходило с ними. У нас есть тенденция сеять и забывать об этом. А затем сеять еще и забывать об этом. И затем сеять еще. И к тому времени, как ты делал это на трех, четырех или пяти различных собраниях, или ты сеешь в свою церковь, ты сеешь в эту телепередачу или в твою телепередачу, в твое служение или куда-то еще, и после того, как ты сделал это несколько раз, ты забываешь о том, что ты сеял в начале года. Ты забываешь, что ты сеял в прошлом году. Когда мы с Глорией только вошли в слово веры, и мы впервые стали понимать, что существуют определенные духовные законы, которые управляют этими вещами, то мы начали записывать наши молитвы и согласия в небольшой книжке. Я делал то же самое, перенял у тебя. И мы записывали это, и затем записывали, когда это исполнялось. Несколько месяцев назад мы нашли ее. Глория наткнулась на нее, она достала ее, и мы открыли, и снова начали ее читать, и это так восхитительно. О да. Ты видишь, что это работает? Долгое время, я считал все на калькуляторе, который печатает на ленте. Знаете, в него заряжается такая узкая бумажная лента. И там была сумма моих семян за прошлую неделю. И то, и это. И все, что вам нужно сделать, это умножить это число на сто, добавить два нуля в конце. И таким должен быть ваш урожай. Я просто доставал ее из моего бумажника, и смотрел на нее, и говорил, «Слава Богу! Аллилуйя! Посмотрите на это!» И я начинал думать о том, «О, что мы будем делать, когда это проявится?» Посмотрите, мы расширим эту телепередачу. Мы расширимся в этом. И внезапно вы начинаете принимать. Ваше мышление и в вашем сердце вы начинаете тратить эти деньги. Вы начинаете благословлять Царство Божье. Вы начинаете сеять вашу церковь. Вы начинаете помогать вашему пастору. И это все в вашем разуме. Да. Потому что там оно есть. И вы добавляете к этому места Писания. Это происходит внутри. Это начинает расти внутри. Внутри. Знаешь, когда ты говорил, в мое сердце пришла очень простая фраза, чтобы сказать телезрителям и верующим. Я думаю, что мы открыли кое-что здесь. Перестаньте прыгать от семени к семени. Задействуйте их все. Знаете, искушение перепрыгнуть. Ну, может быть, это. Нет. Отсортируйте их все. Поливайте их все. Будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем. И позвольте Господу сделать это в Его сроке. Но есть много семян, посеянных верующими, которые еще не взошли, как раз по той самой причине, о которой ты говоришь. Их нужно поливать. Нужно поливать. Нужно исповедовать. Я посеял это семя. Да. Кое-что из этого, Лерой, готово к жатве. Но они не пожинают это. Если вы не ждете этого... Если вы не ждете этого, вы не будете пожинать это. Мой отец выходил на то поле. Да. В определенное время года он шел на то поле. Он вырывал несколько ростков, так как хотел увидеть, что происходит. Мой отец тоже выходил на поле. И, наконец, он говорил, пригони повозку. Да. Пригони повозку, пришло время собирать. Я всегда поражался, будучи маленьким мальчиком, когда я ходил на поле с моим папой и всего с одним ведром семян. И он обрабатывал поле и сеял семена. И я не понимал этого процесса, но мой отец понимал. И затем он говорил, пригони повозку. Это было совсем новым пониманием. Но это то, что Иисус дал нам. И это принцип, который Царство Божье установило для нас, чтобы мы избежали этой системы, и сатана не мог красть, убивать и разрушать нас и удерживать нас от жизни изобилия и благости, которые Бог хочет, чтобы мы имели. И это есть. Это есть. Но вам нужно применять это. Вам нужно применять это. Вам нужно применять это. Когда вы посвящаете себя тому, брат Копленд, чтобы стать сеятелем, я говорю об этом в этой главе. Бог посвящает себя тому, чтобы стать вашим обеспечителем. Это хорошо. Скажи это еще раз. Когда вы посвящаете себя тому, чтобы стать сеятелем, Бог посвящает себя тому, чтобы стать вашим обеспечителем. И я говорю, это из опыта. Знаешь, я часто рассказываю свое свидетельство. Я говорил тебе раньше, как нам было жарко сзади и холодно спереди, когда мы стояли у той старой печки. И было плохо, если шел дождь. Когда начинало протекать, вам нужно было отойти от печки и бежать за ведром, поставить ведро туда, поставить ведро сюда. Затем вам нужно взять кусок позаимствованной газеты. Вы не получаете газету, вы должны одолжить эту газету у кого-то другого, чтобы заткнуть щель. Не рассказывайте мне о нищете, я знаю нищете, я жил в нищете. Знаете, вам нужно идти в туалет, а там холодно. Вам нужно идти в туалет на улице в холодную погоду, и затем, когда вы принимаете душ, кто-то смывает в туалете и вас обдает кипятком. Я проходил через все это. Почему никто не осуждал меня тогда, когда я проходил через все это? Тогда не осуждайте меня сейчас. Бог вывел меня, и я рад этому. Вот почему я свидетельствую, вот почему я говорю о своем богатстве. Я говорю о моей собаке, я говорю о моей машине. Они не осуждали тебя, когда ты мылся в той старой ванне, сидел там в холодной кухне. Нет. И Эль Шаддай, и Эгова Ире. Бог должен получить славу из всего этого. Он не получит славы, если я буду держать свой рот закрытым, боясь того, что кто-то другой может подумать. Я хочу прославлять его, вот почему он говорит о Биове. Сам Бог говорит о Биове. Он говорит вам, что Авраам был очень богат. И обращаясь к телу Христову и также к служителям, поймите, что мы не хвалимся собой. Мы не злорадствуем. Нет. Нет, мы воздаем славу Богу. Славу, что Бог может взять никого и поднять его на такой уровень. Слово Божье работает. Да. Вот к чему это все сводится, и оно будет работать для каждого, кто слушает нас, независимо от вашего происхождения. Иисус решил это. Иисус открыл эту дверь через свою собственную жертву, пролитие своей собственной крови. Он сошел в ад. Он пострадал там. Затем он победил сам ад. Он победил смерть. Он воскрес из мертвых. И был посажен одесной отца на небесах. И он сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Не изгоню вон. Так что он сделал эту систему открытой и доступной для нас. Леру, это ничуть не отличается. Говоря о твоем отце, это ничуть не отличается от того, если бы кто-то пришел к твоему отцу и сказал, Мистер Томпсон, вы хороший фермер, и вы знаете, как работать на ферме. Я собираюсь сделать для вас доступными три участка фермы вот здесь. Я хочу, чтобы вы пришли и управляли ими для меня. Я хочу, чтобы вы управляли этой фермой для меня. Все, что вы скажете этим людям делать, они сделают. Я оплачу все семена, я заплачу за все колодцы и все, что нужно этой ферме. Приходите, управляйте ею для меня. Я ополномачиваю вас управлять тысячью акрами земли. Думаешь, он бы это сделал? Да. Ну, знаете, я не знаю, может быть, я хочу остаться скромным в этом вопросе и жить в этом старом домике из досок и так далее. Нет, нет никого. Я бы кричал из-за его спины, да, мы возьмемся. Да, мы возьмемся. Выезжай из этого дома. Это то, что сделал Бог. Он предложил нам Царство Божие и сказал, приходите, я обеспечу вас именем, я покажу вам, как это работает, я пошлю моего Духа, чтобы учить вас и направлять каждый ваш шаг на пути. Не пытайтесь идти куда-то еще, не пытайтесь сделать это как-то по-другому. Это то, как действует Бог. Мы с братом Коплендом делились с вами основными принципами из моей книги, из книги Сестры Глории, из его проповеди о законах преуспевания. Найдите эти материалы и изучайте их, и изучайте эти передачи. Смотрите их снова и снова, потому что очень простые вещи, которые помогли выбраться Ему с одной стороны, помогли выбраться Мне с другой стороны. Так что здесь есть контраст, но также есть и что-то общее, потому что мы пришли к общему знаменателю, что Бог сделает это для каждого, кто уповает на Его Слово и делает то, что Он говорит Ему делать. Это ваш день. Да, так и есть. И снова я хочу провозгласить. Так и есть. Я хочу провозгласить пророческие слова, что деньги приходят к вам сейчас. Говоря эти слова, эти слова носители, эти слова, Бог сказал мне, эти слова будут здесь до прихода Иисуса. Он сказал, это не фраза, это не клише, это не временно. Он сказал, я даю тебе эти слова для тела Христова, и я дам тебе больше откровения, по мере твоего движения, чтобы учить моих людей, как ходить в богатстве Завета и в богатстве Царства Божьего. И может, то, о чем мы вам говорили, звучит просто, но это путь того, как это работает, и это не усложняется. Это доказано на опыте. И мы сидим здесь, как два человека, которые пришли из ниоткуда. Я научился у него, потому что, когда я пришел, он уже был очень открытым. Он почти как отец для меня, потому что он был очень открытым. Вы можете сделать то же самое. Но вам нужно уделять внимание кому-то, у кого это работает. Вы должны слушать их, уважать их и почитать их. Сеять семена в их служении. Это один из путей, как соединиться с тем, о чем он вам говорит. Со всеми словами, которые он проповедует, со всем помазанием, которое есть на его жизни. Присматривайтесь. Не просто садитесь и включайте телевизор, пытаясь подглядеть что-то. Сейте семя, чтобы вы могли принять участие. Подсматривание не даст вам совсем ничего. Слава Богу. Аллилуйя. Вы знаете, у нас есть много отцов Евангелия. У нас есть много людей, которые были первопроходцами перед нами, у которых есть мудрость Божья, в жизни которых Слово Божье работает. Мы должны уважать и почитать их. Многим молодым служителям нужно это делать. Им нужно найти кого-то, кто уже вспахал эту почву и уделять внимание. Лерой, ты помнишь, когда Иисус сказал, говоря о тех, кто пришел работать ранним днем, и о тех, кто пришел в позднее время дня, и пришедшие позже получили столько же, сколько и первое. И вот мы в откровении всего этого. Да, конечно. И мы начали более 38 лет назад, когда было очень тяжело получить урожай. Духовная атмосфера была тяжелой, потому что мы так сильно отставали. Было так много сомнений и неверия, нам приходилось побеждать все это. Но теперь мы поднялись на этот уровень, где мы вошли во время жатвы. Это время переливания через край. Но люди, которые сеют только сейчас, и начинают только сейчас, получают то же переливание, которое получили мы, и которое заняло у нас 38 лет. И я рад этому. Мы зарядили атмосферу. Да, это вспахано, это полито, это готово. Земля готова, поле готово. Божья сила урожая есть на этом месте. Посейте семя в землю. Слава Богу. Это тот день. Наше время снова подошло к концу. Лерой, давай вернемся в 4 главу Евангелия от Марка. 26 стих. Да. И сказал, «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». И вы ясно можете это увидеть, что здесь описываются определенные законы, которые управляют этим, потому что он говорит об этом человеке, который посеял это. Ему не нужно понимать, как работает семя. Ему не нужно понимать, как работает земля. Он просто должен знать, что это работает. И закон заставляет это работать. И подчиниться этому. Он должен посеять это. Он должен поливать это. Он должен собрать урожай с этого. Верно. Но его ответственность и власть заключены в этих рамках, потому что есть определенные духовные законы, которые работают, когда их применяют. В семени есть сила. Сила в семени, да. Потому что Бог дал семени силу расти, и дал земле силу заставлять семя расти, и дал нам силу сеять семя. Брат Коупленд, я услышал следующее. Он наделил семя силой передавать жизнь изобилия. Это мощно. Это прямо Духа Божья. В этом семени есть изобилие. И когда мы поймем принцип и поймем силу семени, вот почему я сказал в этой книге, «Никогда не недооценивать силу семени». Эта передающая жизнь сила есть в семени. Так что в этом семени есть изобилие, рост, переливание через край, и так далее, и так далее. Все это есть в этом семени. Аллилуйя. Да, в этом семени. Давайте посмотрим, о чем еще Иисус сказал в 22 главе Евангелия от Матфея. Хорошо. В 37 стихе Иисус сказал «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Как самого себя. Вот эта часть. «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Закон, или Тора, и пророки. Новый Завет – это часть пророков. Благодаря пророчествам пророков появился Новый Завет. Верно. Поэтому все, что написано в первых пяти книгах Библии, все, от бытия до откровения, все эти законы, все эти принципы, все эти правила сеяния и жатвы, и все это, держится на этих двух заповедях. Это сильно. Так что без них закон веры не может работать. Не может. Вера действует любовью. Это то, что говорит Слово Божье. Без них закон сеяния и жатвы не может работать. Закон прощения не может работать. Он не может работать. Не может. Закон прощения заключается в этом. Несколько месяцев назад Господь показал мне, что в теле Христовом нет никого, кто не знал бы об этом. Потому что они не могут быть в теле Христовом без этого. Все знают эту заповедь. Но в чем же проблема? Очень немногие соблюдают ее. Да. Да. Но почему? Я спрашивал Господа об этом. Я просто не отступал от Него. Поскольку увидел, что она не соблюдается именно в этом вопросе. Основное нарушение это в жизни в неподчинении. Если вы будете нарушать прямой приказ с небес, тогда как вы сможете сделать что-то еще, если вы начинаете с неподчинения? Это не может произойти. Что-то не в порядке. Есть брешь, которую нужно заделать. Потому что я пытаюсь использовать закон сеяния и жатвы. И он зависит от этого закона. Я нарушил этот закон. Это главный закон. Это высший закон. Закон любви. Мне нравится, что он использовал слово «утверждается». В оригинале «висит». Это так же, как вешать шторы на карниз. Без карниза ваши шторы не будут висеть. То же самое. Не на что все это вешать. Все висит на этом. Давайте откроем 2 Петра. Ты говоришь о том, что, возможно, некоторые семена не всходят из-за того, что человек не ходит в любви? Я полностью убежден в этом, потому что их вера не работает. Можем ли мы говорить тогда о том, что сатана может противодействовать вам, послав кого-то раздражать вас, чтобы заставить вас выйти из любви, несмотря на то, что ваше семя посеяно? Кто-то приходит и раздражает вас, и вы не ходите в любви. И вы раздражаетесь, и огорчаетесь, и расстраиваетесь, и принимаете дух непрощения. Хотя вы и посеяли ваше семя в землю, и вы исповедуете, но у вас нет карниза. Это так? Это сильно. Скажу вам, посмотрите в 14 главу Евангелия Таана. Это сильно. Мы здесь говорим о проявлении, верно? Да. Иисус сказал в 21 стихе 14 главы Евангелия Таана. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их...» Соблюдает их. «Тот любит Меня». «А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и я возлюблю Его и явлюсь Ему сам». Это закон проявления. Да, это ось колеса, без которой ничего не может произойти. Исполнение заповеди любви в нужном порядке. Возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем и ближнего твоего, как самого себя. Вы исполняете ее в таком порядке. Так что теперь все колесо может вращаться вокруг этого. Это полный ключ к проявлению. Чтение следующих двух стихов ясно покажет вам, почему верующий может ходить в полном благословении, в полном проявлении, а человек, который не соединен, не может. Вот, послушайте, что он сказал в 22 стихе. Иуда неискариот говорит ему, «Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам?» Когда мы говорим о проявлении Его, мы говорим обо всех благословениях Божьих. Что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? Это вопрос, верно? Мы возвращаемся назад к двум системам, верно? Назад прямо к Царству Божьему, к тому, с чего мы начинали. 23 стих, посмотрите. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Да. Вот где приходит это проявление. «И обитель у Него сотворим» — это из Игзавета. Он говорит о том, что он в этом случае будет главным партнером по Завету. Он въезжает. А если он въезжает в дом, он планирует платить по счетам. Если он теперь живет с вами, значит, он планирует обеспечивать вас пищей и семенем. Все обеспечено. Но вы должны будете делать то, что вы уполномочены делать, и вы не можете начать сразу с шага три. Вам нужно начинать с шагов один и два. Есть принцип переживания Бога, который сюда подходит. И я вижу, что могу его здесь упомянуть. Он говорит, Бог постоянно нацелен на развитие более глубоких взаимоотношений любви с нами, которые являются личными и реальными. Абсолютно верно. Вы не попадете туда без этой любви. Нет, нет. Бог есть любовь. Вы не попадете туда без Бога. Такова его природа, да? Так что, если вы не можете попасть туда без Бога, значит, вы не можете попасть туда без любви. Если вы не можете попасть туда без Бога, значит, вы не можете попасть туда без Слова Божьего. Если вы не можете попасть туда без Бога, значит, вы не можете попасть туда без Святого Духа. Если вы не можете попасть туда без Бога, значит, вы не можете попасть туда без веры, потому что все это Бог. В поисках моего сердца в этом вопросе, я знал, что у меня есть пробелы в этом. Я знал это в течение лет, и я по-прежнему продолжал отставать. И в третьей главе первого послания Иоанна я прочитал, и мы не будем сейчас тратить время и открывать это место, но вы знаете, что Иоанн написал это в отношении к тому, о чем мы только что здесь прочитали. Он сказал, что мы исполняем Его заповеди, и заповеди Его не тяжкие. Его заповедь в том, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. Как Он заповедал это нам? Мы только что читали об этом. Только что читали, верно. Ставьте Бога на первое место. Вы любите Господа Бога вашего всем вашим сердцем, всей вашей душой, всем вашим разумом, вашей крепостью, вашей силой и вашего ближнего, как самого себя. Если вы попытаетесь поставить на первое место любить вашего ближнего, как самого себя, тогда вы ждете, когда кто-то сделает вам что-то плохое, чтобы начать любить его. Если вы ставите на первое место Бога, тогда вы в процессе того, чтобы исповедовать это верой 150 раз в день или больше. И вы любите Его, и вы говорите о Нем, и вы думаете, всем вашим разумом, вы думаете о Нем. Да. И вы вспоминаете, и вы вспоминаете. Затем кто-то причиняет вам зло, но вы уже любите, вы уже двигаетесь в этом, и вы просто говорите, благословляя ваше драгоценное сердце, и просто продолжаете идти. Ваша вера действует любовью. Да. Она не может быть остановлена, когда она действует любовью. Знаешь, когда ты говорил, я вспомнил о том, как Самуил пришел в дом Иесея. И у него был рог, чтобы помазать следующего царя. И вышел первый сын. Он выглядел хорошо. Большой, высокий. Красивый. Самуил подумал, что это тот, кто нужен, но Господь сказал, он не тот. Я говорю все это к тому, что любовь создает силу и позицию в вашем внутреннем человеке, и Царство Божье там возгретое. И Библия говорит об этом эпизоде с Самуилом и Иесеем. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Да, это так. Так что для всего в Царстве Божьем наше сердце должно быть праведным. Да, оно должно. И оно должно действовать в любви Божьей. И все остальные законы вытекают из любви Божьей, как ты читал в этом месте Писания. Лерой, вот уже 38 лет Слово Божье полностью убеждает меня в том, и это одна из первых вещей, которые я узнал в отношении слова веры, это то, что вера есть победа, победившая мир. Да. И сияя есть победа, победившая мир, вера наша. Нет ничего в мире, чтобы вера не смогла победить. Но там, где есть страх, вера начинается там, где воля Божья известна. Известно, верно. Если вы ходите в волю Божьей, вы знаете волю Божью, кто может победить это? Никто не может. Но там, где есть страх, начинается поражение, потому что там вера останавливается. Подумайте о том, что это делает. В первых двух стихах 3 главы 2 Петра апостол Петр сказал, «Я возбуждаю ваш чистый смысл». Заметьте, он не сказал «дух». Да. Он сказал «ваш смысл», то есть «ваш разум». В другом переводе написано, «Я возбуждаю ваш чистый разум, напоминая вам о заповеди, данной нам нашим Господом и Спасителем». Проблема была в том, что они не помнили. Да, да. Единственное, как вы можете помнить, это исповедовать это и исповедовать это, и говорить это, и говорить это. Но каждый раз, когда вы говорите это, что-то происходит внутри вас. Помни Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. О, да. И когда вы исповедуете это, это напоминает вам о том, что Бог уже вложил в вас силу приобретать богатство. И что происходит, когда эта сила начинает двигаться? Вы возгреваете дар Божий, который есть внутри вас. Что происходит, когда это начинает происходить? Он начинает возгревать все внутри вас. И Он, и та сила, которая действует в нас, начинает производить больше того, о чем мы просим или помышляем. Это зажигает огонь во всех ангелах Божьих, когда они видят... Это время, Лерой. Я видел ангелов процветания. Я проповедовал в Манси, штат Индиана. Я уже рассказывал эту историю раньше. Я проповедовал в собрании 10-20 тысяч людей. Я вышел из-за кафедры, оставил свою Библию и блокнот на кафедре и спустился вниз проповедовать. В один момент я посмотрел назад, и за кафедрой стоял человек. И я не видел его нигде в собрании. И что зацепило меня в нем, так это, что он был одет лучше меня. У меня три портных, но на нем был костюм, который я никогда раньше в моей жизни не видел. И я вернулся... Я говорю об ангелах процветания сейчас. Вы задействуете их, когда выходите в любви Божьей. Я поднялся обратно за кафедру, и когда вернулся туда, его уже там не стало. Только моя Библия и мой блокнот лежали там, поэтому я быстро в духе, пока я проповедовал, спросил Бога о том, кто это был. Он сказал, это был ангел процветания. Он сказал, у меня есть воинство ангелов, единственная работа, которых является приносить процветание моему роду. Он сказал, я посылаю их везде с тобой, куда ты идешь. Они здесь сегодня, они в этой студии. Служебные духи. Они служебные духи. Они здесь сегодня, они в этой студии, чтобы приносить процветание людям, которые слушают нас. Я верю в это, я знаю это всем сердцем, я видел, как это происходит. Слава Богу. Когда вы соблюдаете заповедь, и первым делом просыпаясь утром, вы говорите, о Господь, я люблю Тебя всем сердцем моим, всей душой моей, всей крепостью моей, всем разумением моей, всей силы моей. Я люблю ближнего моего, как самого себя, потому что таково твое желание. Ты заповедал это, поэтому я делаю это. Я соблюдаю это. Спасибо, Господь. Я молюсь так за мою пищу. Спасибо, Господь. Я думаю об этом все время. Каждый раз, когда я делаю это, Дух Божий поднимается внутри меня. Но, Лерой, побочный эффект этого в том, что совершенная любовь изгоняет страх. Да. Да. Когда появляется любовь, всякий страх должен уйти. В этом суть вашего успеха. Именно в этом, поскольку страх — это единственное, что может остановить вас. Брат Коупленд, позволь мне помолиться. Да. Позвольте мне помолиться. Я собираюсь верить, что те, кто смотрит эти передачи, и некоторые из вас смотрят их две недели, некоторые из вас, возможно, смотрят три или четыре дня, но я чувствую побуждение в своем сердце помолиться за вас. Слава Богу. На мне и на брати Коупленде есть помазание процветания. Я был призван для тела Христова, чтобы высвободить это помазание в теле Христовом во всей полноте. И сегодня я хочу просто помолиться за вас и верить Богу, что ваша финансовая ситуация изменится. Отец, во имя Иисуса, прямо сейчас, я молюсь за всех, кто слушает нас по всему миру. Я молюсь за служителей, служение, я молюсь за бизнес людей, за их дома, за христиан. Я молюсь о том, чтобы слово, которое мы говорили сегодня, Господь, и всю эту неделю, и прошлую неделю, было как новое начало, как Новый год, чтобы они вошли в это переливание через край. Пусть это помазание течет из этой студии в их сердца, в их дома. Господь, в их разум, чтобы Дух Святой брал то, что мы сказали, и делал это реальным и настолько живым в их жизни, чтобы они уже никогда не были прежними. Я говорю, я молюсь, и я снова провозглашаю сверхъестественное погашение долгов, сверхъестественный рост, сверхъестественное благоволение, пусть будет на телезрителях во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Слава. Лерой, в этом есть что-то особенное. Мне нравится быть рядом с тобой, брат Коплан, потому что ты подчиняешься Духу Божьему. Аллилуйя. Ты такой человек, и ты будешь подчиняться Духу Божьему, независимо от того, кто что-то говорит. Это очень важно, когда ты стараешься делать дела Божьи. Вы не можете их делать без этого. Да, именно. Если вы не подчиняетесь Духу Божьему, если вы не подчиняетесь тому, что Он говорит, и не делаете это прежде всего, то тогда, так или иначе, вы замените это собственными усилиями. Я уже доказал, что я могу делать сам. Ничего. Ничего. Я был ходячей неудачей, когда я только спасся. Да. Да. Однажды вечером я ехал домой. Это было до того, как я спасся. Мне нравилось носить модную одежду, у меня была довольно приличная машина, у меня было небольшое кольцо с бриллиантом, понимаешь. И я возвращался как-то вечером домой, и Господь сказал мне, «Ты ничто». Это просто преследовало меня. Что ты имеешь в виду? Я не ничто. Я не знал его, понимаете. Он сказал мне, «Лерой, ты ничто». Потому что я думал, что я весь такой, понимаете. И тут я узнал, что я был никем. Ты ничто. Это то, что Он сказал мне. Ты ничто. Я продолжал слышать это внутри до тех пор, пока не родился свыше. И это продолжало преследовать меня. Ты ничто. И затем я узнал о том, что без Него я не могу ничего сделать. Но с Ним вы можете сделать все. Вы сонаследник? Вы наследник трона. О, Господь! Я никогда не буду прежним. Аллилуйя. И вы не нищие. У вас есть семя. У вас есть семя. Провозгласите. Я не буду нищим. Я не буду нищим. Ни одного дня моей жизни. Ни одного дня моей жизни. Деньги приходят. Деньги приходят. Ко мне. Ко мне. Сейчас. Сейчас. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Слава Богу.